Первый шлем виртуальной реальности в 1967 году разработал и даже пробовал воплотить жизнь Ivan Sizerland. Тем не менее, технологии тех лет не позволили ему реализовать свои задумки в массовом продукте. Даже в наши дни шлемы виртуальной реальности являются большой редкостью. Но что, если в следующие 10 лет все изменится? Сегодня мы познакомимся с аксессуаром, который позволяет сделать на основе флагманского смартфона Galaxy S6 настоящий шлем виртуальной реальности. Знакомьтесь, это Samsung Gear VR. Назвать Gear VR шлемом виртуальной реальности можно лишь условно. Ведь само по себе устройство состоит лишь из блока с линзами, а также крепления на голову. Внутри есть только базовая электроника, которая отвечает за работу датчика приближения, а также сенсорной панели управления. Основные же вычисления для Gear VR осуществляются на смартфоне, который вставляется в переднюю часть устройства и служит при этом дисплеем. Важно отметить, что данная версия Gear VR предназначена именно для смартфона Galaxy S6. Установить в нее другую модель не выйдет. По крайней мере, без риска повредить устройство. Выглядит шлем в собранном состоянии весьма футуристично. Комбинация белоснежного пластика с черными вставками в Gear VR как будто навеяна костюмом имперского штурмовика из «Звездных войн». Безусловно, варианты от Samsung выглядят менее громоздко, но в целом увлечения дизайнеров понятны. Да пребудет с ними сила. Фиксация Gear VR на голове реализована с помощью простой системы креплений на липучках, в которых для большей прочности и удобства использования применяются пластиковые вставки. Крепление можно регулировать, чтобы шлем сильно не надавливал на голову. Несмотря на в целом продуманную систему, после нескольких часов использования Gear VR устройство начинает давить на скулы и нос. Кроме этого, поролон, который должен повышать комфорт ношения шлема, не имеет вентиляции, из-за чего лоб через некоторое время начинает потеть. В целом, мало кто испытывает эти проблемы раньше, чем дискомфорт от погружения в виртуальную реальность, к которой нужно привыкать. В зависимости от индивидуальных особенностей организма, человек может испытывать головную боль и усталость глаз. Несмотря на всю технологичность, Gear VR не является идеальным шлемом виртуальной реальности. Он строится на основе смартфона Samsung Galaxy S6, который вставляется в специальную нишу в порт microUSB и служит не только вычислительным блоком, но и дисплеем для Gear VR. В Galaxy S6 используется 5,1-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1440 точек, что позволяет ему формировать изображение с плотностью пикселей 577 на дюйм. Но даже этого оказывается мало для Gear VR. При столь близком расположении дисплея глазам, они все еще способны рассмотреть индивидуальные пикселы. Это дает картинку заметно зернистой, что создает дополнительное напряжение на глаза. В общем, производителям еще есть куда увеличивать разрешение экрана в смартфонах. Использовать Gear VR в очках не выйдет, они просто не поместятся внутри шлема. Разработчик предусмотрел этот момент и реализовал регулировку диоприй с помощью колесика сверху. Впрочем, таким образом можно добиться отличного результата только в случае, когда у пользователя оба глаза одинаково близорукие или дальнозоркие. Так что полноценной заменой обычных очков системы явно не будет. Основное управление в Gear VR реализовано с помощью сенсорной панели на правом боку шлема. С ее помощью осуществляется пролистывание интерфейса и выбор нужных пунктов. Для ряда игр потребуется геймпад, который продается отдельно. Однако есть и достаточное количество совсем простых в плане геймплея казуала, для которых дополнительный контроллер не нужен. Для шлема виртуальной реальности нужен соответствующий контент, иначе он превращается просто в странный головной убор. Поэтому на смартфон устанавливается клиент Oculus от компании Pionera в области виртуальной реальности, который представляет собой, по сути, онлайновый магазин приложений, игр, видео и мини-демо, показывающих, на что способен Samsung Gear VR. Так, здесь есть космические леталки, которые показывают, на что на самом деле должны быть похожи игры вроде Elite, Dangerous, фэнтезийные бродилки по подземельям и даже оптимизированные под очки виртуальной реальности Temple Run. Трехмерные, с качественной графикой и с невероятным погружением в мир бесконечного бега. Выглядят некоторые игры, видео просто потрясающе. Если бы более высокое качество картинки, мозг бы и вовсе откатся верить, что он не в комнате, а где-нибудь в небе над Нью-Йорком или на концерте с Элла Полом Маккартни. Клиент Oculus может работать как в обычном смартфонном режиме, тут он выглядит как любой магазин приложений, так и виртуальной реальности, где пункты меню и отдельные программы представлены висящими в воздухе плитками, выбирать которые нужно взглядом, а запускать касанием к тачпаду. Уже сегодня Gear VR вполне успешно может использоваться для семейного досуга или развлечения гостей. Полнометражных фильмов и серьезных игр для него пока нет, да и долго смотреть видео или играть на Gear VR пока будет не очень комфортно. Но в целом перспективы даже этой совместной разработки Samsung и Oculus просто огромны. Она может использоваться в бизнесе, медицине, образовании и других сферах, где нужна максимально приближенная к реальности визуализация данных. Спасибо что посмотрели наш обзор, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok